Привет! Ну, наконец-то! Купил я то, что давно хотел. Это систему видеонаблюдения. Пришла она буквально за пару дней. Вот в такой коробке. Из неё я уже достал коробку чуть меньшего размера, на котором написано, что это камера Hiseo, а если быть правильным, Hi-See-You. Это 8-канальный регистратор, в котором находится уже диск на 1 терабайт. Ну, я попросил такую комплектацию за отдельную доплату. И 4 камеры. 4 камеры есть, и 4 камеры можно ещё добавить. Уже быстренько её вскрыл, но ещё не подключал. Что мы имеем в комплекте? Обязательные условия, если ведётся видеонаблюдение, должна быть наклейка, что ведётся видеонаблюдение. Инструкция, мануал. Мануал на английском языке, хорошая полиграфия, цветные картинки. И я вижу, что всё достаточно понятно. Далее. Проводочки. HDMI-провод для подключения регистратора к монитору. Далее сетевой кабель для подключения того же регистратора к роутеру. Так. А это у нас в хорошей упаковочке сам регистратор. Вот такие две антенки у него. И я уже по весу чувствую, что там жёсткий диск установлен. Сзади у него выходы VGA, HDMI, выход для сетевого кабеля, USB для подключения мышки и DC-провод для подключения питания. Далее следующая коробочка, в которой находится мышка. Самая обычная дешёвая мышка. Больше и не надо. Адаптер для регистратора. Адаптер 12 вольт, 2 ампера. Далее. Антенка. Угу. Читал, что эти камеры, если установлены в помещении, могут размещаться на значительном удалении друг от друга. И они могут передавать по этой антенке, связываться между собой, усиливать сигнал, увеличивая расстояние от камер до регистратора. Но сегодняшний обзор будет больше как распаковка и первый пуск. Потому что продавец заверяет, что всё работает прямо из коробочки. Включаешь, камеры ловятся, и всё начинает работать. А вот как будет работать, какого качества картинка, какие нюансы, я выложу ролик чуть попозже, когда установлю эту систему на свой частный дом, который я строю. И впереди зима, поэтому нужно за ним постоянно наблюдать. Так, четыре у нас адаптера, я понимаю, для камер. Уже 1 амперный каждый адаптер. Стоит ли все их разворачивать, все четыре, но развернём парочку. Так, здесь больше ничего нет. Оставшиеся два адаптера. И, соответственно, остались сами камеры. Сами камеры. Так, антенка. Комплект крепления. Шестигранник. Два болта. И такая увесистая. Тук-тук. Кто там? Пошли бы вы оба. Hi, see you. Впереди у нас глазок самой камеры. Камеры, кстати, двухмегапиксельные, 1080p. Внизу датчик для переключения между ночь и день. То есть, черно-белая картинка будет ночью и цветная днём. И три инфракрасных излучателя для видимости ночью. Отденем антенку и попробуем подключить одну, может быть, две камеры для работы в тестовом режиме. Так, в коробке тоже больше ничего нету, кроме оставшихся трёх камер. Воспользуемся монитором и проводом HDMI. И подключим ту систему, которую мне называли одно из самых лучших предложений на Алиэкспрессе. Кстати, по стоимости. Сейчас прошла распродажа, неделя брендов. И я купил со скидкой в общей сложности, где только по 1500 рублей скидки были. Купоны там различные, плюс кэшбэк. Всё, мне вышло в 12200 рублей. Ну что ж, я подключил комплект только что к своему монитору. Камеры две просто вытащил в окошко. Четыре подключать сразу не стал, потому что там просто не хватает розеток. И всё действительно сразу работает. И прекрасное качество. Вот первая камера. Вот вторая камера. Есть настройки системы. Пока я ещё с ними не разбирался. Но видно, что здесь можно выбрать язык. Запись можно сделать по детекции движения. Потом скопировать это на первую, вторую, третью, четвёртую, допустим, камеры. И все четыре камеры будут записывать по детекции движения. Укладка сети. Состояние здоровые сети. Это значит подключено у нас к роутеру. Показать QR-код. Этот QR-код нужно, чтобы скачать приложение и установить камеры на телефон. И можно иметь доступ к этим камерам с любой точки планеты. Сетап канала. Разрешение у нас стоит. Максимальное. Качество наивысшее. И поток. В каком потоке будет передаваться у нас по сети. 640 на 360. Также можно добавить пользователей. По умолчанию стоит пользователь админ. Без пароля. То есть вводишь сразу пустое поле. Нажимаешь. Он входит. Модернизация. Угу. Я так думаю, что это обновление. Онлайн обновление. Начать. Он сейчас попытается. Действительно. Он сейчас загружает новую прошивку. После обновления особо ничего не изменилось. Русский язык действительно кривоват. Для тех, кто знает английский, лучше поставить английский. Очищаем все. И выделяем зоны для записи по детекции движения. Допустим, выделяем, когда движение происходит в этих зонах. Во всех остальных зонах движение может происходить. Но запись на жесткий диск проходить не будет. Есть функция воспроизведения. Здесь показано, что записано. Также можно выбирать камеру. И увеличивать скорость воспроизведения до 32. Вот человечки забегали. И как раз сейчас машины ездят и все темнеет. Вот такой жесткий диск установлен. 931 гигабайт. Приложение называется IP Pro. Подключается камера с помощью мастера. Выбираем кит. И добавляем вручную либо номер ID, который введен на экране камеры. Либо по сканированию кода. Ну, у меня уже установлен. Поэтому я добавлять не буду. Обозвал я Niva 66 своей камеры. И вот сейчас они снимают. Ну, просто лежат на столе окружающую обстановку. Можно развернуть. Так, повернем одну из камер. Вот таким образом. Выпрямим ее. Идет задержка где-то секунды полторы. Кстати, камеры записывают звук. Можно улучшить качество видео с помощью клавиши SD. SD или HD. Качество видео заметно улучшается. Включаем звук. И вот сейчас будет как раз звук с задержкой. Надо выключить. То есть, видно, звук идет. И, кстати, неплохо. Можно включить принудительно запись. Причем запись пойдет на смартфон. Мало того, что она записывается на жесткий диск. Она еще записывается на смартфон. Помимо Android приложения, не обязательно иметь постоянно подключенный монитор к регистратору. Для этого можно воспользоваться браузером. Правда, почему-то он требует только Internet Explorer. Далее вводим адрес dvr163.com. Вводим ID своей системы, имя пользователя, админ и по умолчанию пустой пароль. И вот, пожалуйста, он заходит на камеры. Кстати, пароль лучше поменять сразу, потому что любой может зайти. Здесь же поменять нельзя. Можно только смотреть и воспроизведение через поиск. Мне очень не нравится, как оно работает. Как-то вот в стиле 90-х. Но, тем не менее, камеры просматривать на экране монитора можно, сделав вкладку на браузеры Internet Explorer. И, в случае чего, посмотреть, как работают камеры, не имея постоянно подключенный монитор. Ну вот, собственно, и все. Первое знакомство с этой системой прошло. Все работает успешно. Качество картинки мне нравится. За окном сумрак, практически ничего не видно. А через экран монитора видно даже лучше. И при этом ночной режим автоматически пока еще не включен. А на сегодня все. Ссылку на эту систему вы найдете в описании. До скорых встреч. Пока.